Здравствуйте! В эфире новости. Я ее ведущий Константин Меркушев. В субботу 10 сентября в городе состоится инвестиционный пикник. Мероприятие примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, а также руководители федеральных институтов развития и крупнейших российских компаний. Подробнее о предстоящих выходных расскажет заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан Татьяна Штоль. Она у нас на связи. Здравствуйте, Татьяна Валерьевна. Поясните, что такое инвестиционный пикник? Инвестиционный пикник – это встреча без галстуков представителей федеральных и республиканских органов власти, органов местного управления, институтов развития и представителей крупных инвесторов в целях обсуждения вопросов развития бизнеса на территориях муниципальных образований с монопрофильной структурой. А какова цель мероприятия такого масштаба? Основной целью данного мероприятия является презентация инвестиционной привлекательности города Кумертао с целью привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и улучшения социально-экономической ситуации города. Спасибо. Напомню, у нас на связи была заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан Татьяна Штоль. Она дала нам общую информацию о предстоящем мероприятии «Инвестиционный пикник». Задолженность населения перед управляющими компаниями за жилищно-коммунальные услуги значительно увеличилась в сравнении с прошлым годом. Одной из мер по решению данной проблемы является рейдовые мероприятия. С Дома управления и судебные приставы по должникам. Накануне прошел очередной рейд с целью проверки имущественного положения должников, получения информации о них и об их задолженностях. Кроме судебного пристава, в нем участвовали пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, представители ремонтно-эксплуатационного участка, а также председатель Совета многоквартирного дома. В РЭО у нас долги взыскиваются, мы над этим работаем, еженедельно проводим данные рейды, накладываем аресты имущества, выставляем требования, делаем все, чтобы погасить задолженность. Обычно приставы посещают несколько квартир за один рейд, но не всегда получается застать должников дома. В этот раз вышло именно так. Соседи жильцов спешили сообщить, что хозяева квартиры уехали на север. Посещение других должников оказалось более успешным. Собственникам жилья было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства, по которому в течение пяти дней жильцы могли оплатить долг. Однако этого не произошло. Поэтому следующим шагом судебного исполнителя стало составление акта описи ареста на имущество, по условиям которого жильцам был дан 10-дневный срок на погашение долга. Поэтому следующим шагом судебного исполнителя стало составление акта описи ареста на имущество, по условиям которого жильцам был дан 10-дневный срок на погашение долга. Если бы были неплатёжноспособные, многие же платёжноспособные, почему-то считают, что это необязательно. Лучше они куда-нибудь съездят, отдохнут, лучше в море покупаются, чем они будут платить. У нас же по текущему ремонту мы ничего не можем выполнить полностью, все работы, потому что должники, долги, конечно, есть. И одни и те же, одни и те же, у нас даже не меняются они полностью. За встать должников в следующей квартире не удалось. По словам соседа, снимающего комнату у хозяйки, она должна была в скором времени вернуться, но собственница жилья так и не появилась. Исполнительное производство по взысканию долга жильцов данной квартиры было возбуждено в середине июля, но сумма их задолженности продолжала расти. В таких случаях судебные исполнители имеют право начать процесс принудительного взыскания заработной платы, пенсии или других обнаруженных источников дохода должника. Стараемся, ну, до каждого должника попасть и выяснить конкретно причин, по какой причине не оплачивает. Если есть трудности, значит, предлагаем у кого материальные трудности в жилком сервисе, значит, оформить субсидию, если положена им там какая-то отсрочка. По словам сотрудников РЭУ, добровольно оплачивать задолженности соглашается лишь часть недобросовестных жильцов. В этом году на принудительное взыскание было передано 142 исполнительных документа на общую сумму 5 млн 225 тыс. рублей и внесено гражданами задолженности на 4 млн 933 тыс. рублей. Точную информацию о своих долгах каждый может узнать на сайте Федеральной службы судебных приставов в сервисе Банк исполнительных производств. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Преступность – одна из самых острых проблем как в стране, так и в нашем городе. Каждый год число преступностей растет. Как обстоят дела в нашем городе, узнаем у заместителя прокурора Олега Балачевцева. Он у нас на связи. Здравствуйте, Олег Владимирович. Скажите, какие из видов нарушений чаще остальных происходят в городе? Здравствуйте. На территории города Кумертау в текущем году наиболее актуальными проблемами борьбы с преступностью являются раскрытия, расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении граждан, особо тяжких против личности. Так, в текущем году у нас, к сожалению, пока зарегистрировано рост таких преступлений, как убийство и причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, повлекшего по неосторожности его смерть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А какое количество преступлений в нашем городе не раскрыто, если вообще они имеются? В настоящее время и, пожалуй, за последние несколько лет ни одно такое преступление на территории города не осталось нераскрытым. По всем по ним выявлены лица их совершившие, проведено предварительное расследование, уголовные дела тщательно проверены прокуратурой и направлены в суд. По вынесению приговоров все осужденные получили наказание, связанное с изоляцией от общества. Пожалуйста, расскажите наиболее резонансное преступление, произошедшее в последнее время. Буквально на днях у нас также было совершено особо тяжкое преступление. По горячим следам установлено, что житель города Кумертал умышленно совершил убийство своего отца. Он также был задержан в течение суток и в настоящее время дал признательные показания. Ведется расследование по делу прокуратуры, также установлен жесткий контроль за ходом его расследования, качеством и сроками. Хотелось бы надеяться, что в дальнейшем, по окончании года, все же это негативные тенденции совершения особо тяжких преступлений по городу Кумерталу сойдет на нет. Ну, по крайней мере, правоохранительные органы прилагают все силы, чтобы, как минимум, эти преступления были раскрыты, качественно расследованы и ни одно лицо не ушло от неотвратимого наказания. Спасибо. Напомню, у нас на связи был заместитель прокурора Олег Балачевцев. Он рассказал о ходе расследования преступлений в нашем городе. По всей стране сбор урожая подошел к концу. Это время, когда можно и немного подзаработать. Многие огородники будут продавать овощи, ягоды и фрукты. Что же будет на прилавках сентябрьской ярмарки и плодородный ли оказался 2016 год, узнавала наша съемочная группа. Необычным хобби занимается пенсионер Владимир Иванович. Свободное время он проводит на своем огороде. Владимир и его жена Наталья в саду с самого утра и до позднего вечера. Иногда к ним на помощь приезжают родственники. В основном весь труд лежит на плечах пенсионеров. На шесть соток огорода уместилась яблоня, груша, облепиха, смородина и малина. Только на ягодах прибыль воронцовых составила 18 тысяч рублей. Ежегодно он себя оправдывает. В этом году год особенный. Во-первых, с водой было хорошо. В общем, два раза в неделю давали воду, меняли график утром, в обед, вечером. Он себя, можно сказать, оправдал. Поэтому содержать сад, огород полезно для себя. Огород держать, если по-нормальному ухаживают за ним, он прибыльный, он себя оправдывает. Ягоды и фрукты – не первое влечение семьи воронцовых. Также на участке растут различные овощи. Урожай в этом году удался. Несмотря на трудности, супруги продолжают развивать свое дело. На земле только чистые сорта. Это одно из условий выживания овощей и плодородности земли, на которых они растут. Урожай был хороший, год хороший. Вода была хорошо, воду давали в этом году. Мы хорошо набрали. Потому что тут каждый день трудимся с Владимиром Ивановичем, с дедушкой своим. Мы каждый день, возле каждой кусточки мы работаем. Поэтому они нас благодарят за это. Супруги из себя на зиму подготовили и родственникам помогли. Более того, остатки вырученной продукции вывозят на продажу. По словам Веры Петровны, они выращивают только натуральный и свежий продукт. Это чистый продукт. Мы ведь тут химию-то не добавляем. Не делаем никаких этих. Вот тоже чисто руками вода, земля и перегной. Если вот завезем, что-то добавим. Потому что для себя выращиваем. И на рынок выносим только лишки. В субботу, 10 сентября, на ярмарке будет десятки таких семей. Жители города смогут прийти и купить нужную им продукцию. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Это была последняя новость на сегодня. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.